Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня речь пойдет о замечательной повести для подростков, которая называется «Пешком по небу». Итак, Екатерина Аксенова написала книгу на сложнейшую тему. И в самом начале своего рассказа я хочу коротко заметить, что выбор мой очень часто не совпадает с короткими и длинными списками различных литературных мнений. По разным причинам. Иногда просто недосуг, я не могу все прочитать. Иногда мне действительно не нравится выбор жюри. И самые престижные номинации для меня всегда это выбор читателей, читательское голосование. Знаете, это дорогого стоит. Иногда это так удивляет и жюри, и собственно официальных лиц, постоянных зрителей премии, да, тех, кто следит за премиальными историями, что даже слов не подберу, как сказать. Прям как кость в горле удивляет. Приятно смотреть на такое удивление людей, которые уже достаточно укоренились в своих взглядах, да. Знаете ли, это надо встряхивать. На то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. И вот пешком по небу это выбор литературного совета премии Крапивина. Владислав Крапивин это, конечно, эпоха нашей литературы, я считаю. И Крапивинка, знаменитая премия его имени, когда еще сам командор ее вручал, и после него, к сожалению, он уже ушел от нас, по-прежнему остается таким маяком своеобразным. Там очень много книг, которые мне нравятся. Горячо рекомендую. Но не требуйте от меня, пожалуйста, пройтись с красной ручкой по спискам премиальным. Я не буду этого делать, потому что все сложно. Есть там книги, которые, ну скажем, мне сложно было читать, и я думаю, что это достаточно случайное попадание. В данном случае попадание закономерное, в десяточку, в яблочко, какие угодно метафоры подойдут, потому что Екатерина Аксенова написала книгу на страшную и сложную тему. И вот тут еще раз хочу оговориться. Это выбор литературного совета премии Крапивина. Если эта формулировка ничего для вас не значит, то, по крайней мере, поинтересуйтесь, что это за премия, и каков вес этой короткой строчки в аннотации. Потому что книгу о подростковом суициде сейчас, только очень смелый человек будет читать, рекомендовать и обсуждать с детьми. Почему? Потому что у нас очень много охранителей, очень много оберегателей, очень много людей, которые перестарались в своих усилиях, совершенно закономерных и, в принципе, понятных, уберечь детей от всего на свете. В том числе, чтобы они не знали на таких ситуациях. Итак, у нас есть несколько главных героев. Прежде всего, это Сева, друг Миши. Это Глаша, его сводная сестра. Это их семьи отчасти, да, в большей степени, конечно, Глашина. И гибель Миши. Значит, что произошло в книге? Мы, собственно говоря, сталкиваемся с самоубийством Миши в самом начале книги. И расследование, которое ведут ребята, вынуждены вести, это, конечно, цепочка случайностей. Вообще, мысль о том, как важно понимать, что судьба все-таки играет человеком, и мы должны проявлять свои лучшие качества в неидеальных, неэкспериментальных условиях. Нам никто не будет специально создавать семьи, в которых все ясно, понятно и складывается как надо. Мы очень часто делаем чудовищные вещи, говорим друг другу особенно чудовищные вещи, исходя из самых лучших побуждений. Вот это вытаскивание ремня из штанов, которые, значит, мы наблюдаем у окорока. Это совершенно, это чудовищно. Но это факт, он же из лучших побуждений. В конце концов, надо окоротить с его точки зрения подростка, который просто ведет себя нагло, вызывающе и подло врет в глаза. Это минутное состояние. Буквально несколько минут размышлений, рука бы уже остановилась. А если бы еще рядом был человек, который с ним педагогически взаимодействовал, ну, как говорится, слушайте, второе врачебное мнение, это золотое правило. Всегда надо спросить еще кого-то, чтобы скорректировать выводы, значит, недаром консилиум собирают. Почему здесь иначе? Почему все должно пускаться на самотек, и заложниками этих случайных эмоциональных всплесков или решений становятся реальные дети, особенно подростки, которым тяжело. Вот, значит, у Миши есть все предпосылки, изначальный глав повести, я вам пересказываю довольно многое для того, чтобы покинуть этот мир. Это очень жестко написано. Да, это новая семья. Мама, которую ее приемная новая дочь, значит, которая старше Миши и относится к нему как к насекомому, так и говорит, уйди, насекомая. Значит, дочь ее Глаша зовет Леной, просто даже не тетей Леной, а просто Леной, нормально, да, взрослого человека. Вот, обзавелась новым мужем. И, видимо, любит его, потому что они въехали с Глашей в эту квартиру, ей отдали Мишину комнату, а сам он, представьте, спит на раскладушке, значит, на диванчике в кухне. И вот, когда мама варит борщ, окна запотели от пара, открыть нельзя, потому что зима и холодно, значит, вся его одежда пропитывается едой, а дети смеются в школе, говорят ему, что он живет в столовке. Вы можете себе представить его эмоции? Дальше, значит, на балкон высушиться, проветрить вещи тоже нельзя, потому что там курит его приемный отец, да, отчим, отчим. Значит, соответственно, они воняют куревом, это еще хуже. Глаша его в комнату даже не запускает, да, то есть, это и комната, девочка, подростка, в общем, мальчику чуть помладше ее нечего там делать, вы же понимаете, да. Вот, вот такое. Сколько из нас выросли в гораздо худших жилищных условиях людей, я не буду даже говорить. Ведь речь не о том, сколько там квадратных метров и как ловко или неловко сумели организовать это взрослые. Речь о том, что они в принципе наплевали на это дело. Почитайте, как именно это подано. Аксенова делает это, жестко достаточно прописывает, вот. Это одно. В школе, естественно, травля. Самый маленький, самый низкий, стоящий в конце, там, когда всех по росту выстраивают на физкультуре, ненавижу. Не потому, что это педагогически недопустимо, а потому, что это всегда унизительно. И хоть ты что делай. Я вполне понимаю, зачем это делается, потому что надо подгонять снаряды спортивные под рост ребенка, да. Потому что все мы разные, да. Но в школе любое, любое такое вот ранжирование, да, оно связано с травлей. Конечно. Там нет полноценного буллинга. Собственно, нам всю картину не разворачивают перед этим, но друзей там нет, и поддержки там искать не у кого. Плюс на это накладываются еще. Второе, третье, четвертое, пятое. Вот. История Глаши, помимо очень четкого прописывания в головах, особенно девочек, подростков, которые прочтут книгу, это колоссальная польза, на мой взгляд. Значит, есть вещи, которые в интернете делать нельзя. В интернете, в социальной сети, с использованием смартфона нельзя, еще раз повторяю, нельзя. Я не говорю это напрямую, чтобы избежать еще одного спойлера, касающегося сюжета книги. Но то, что она сделала, это величайшая глупость. Каждый из нас в такой ситуации думает, что он займет единственно правильную позицию. То есть, когда это случится, он скажет, это вы испачкались в грязи, посмотрев на это или, значит, заговорив об этом. Это вы смешали себя с грязью, унизили себя, а я всего лишь сделал или сделала ошибку в жизни. Наслаждайтесь теперь. Это потому, что дрянь это вы. Те, кто, значит, шантажирует, те, кто, значит, унижает, те, кто будет смеяться, да, так далее. Вот. Вы выставляете себя, прежде всего, перед самим собой, да, полной дрянью, да. А я просто сделала большую ошибку, да. Глупость человек имеет право совершить, а вот подлость нет. И это важно усвоить, и книга этому тоже учит. Теперь давайте о самом детективном расследовании. Я не очень люблю жанр детского детектива, потому что это всегда небольшая такая игра. Игра в обстоятельствах, которые иногда опасно приближаются к черте, за которым идет кощунство, да. Потому что, ну, в общем, дети не должны расследовать убийство. Только в критической ситуации, когда взрослые беспомощны, и когда эту беспомощность надо показать во всей ее красе. Пример, пожалуйста. Охотно Василиска, Жволевского и Пастернак. Где взрослые, ну, просто, они просто не в силах справиться с ситуацией. И кто там принес в школу опасные вещи, это приходится выяснять самим детям, потому что, извините меня. Здесь точно так же. Взрослые бессильны, они заняты совершенно другими проблемами. Никакие вызовы к директору, никакие, значит, разбирательства, никакие допросы, что в присутствии родителей, что при их отсутствии, да, не помогут. Во-первых, конечно же, вернуть мишу, а во-вторых, разобраться в том, что именно произошло. И автор четко и очень принципиально, вот эта принципиальная, мне кажется, авторская позиция дает нам понять, что дети благодаря цепочке случайностей, благодаря вот этому телефону, благодаря, значит, зацепкам, да, которые остались, не всегда остаются, они вынуждены расследовать, чтобы решить самую главную задачу. Никто виноват. Там у нас виноват их. Ой. Просто давайте начну перечислять, там просто штук шесть, наверное, персонажей наберется сразу. Вот. Никто виноват. А как жить? Не за Мишу, а за себя. Вот это очень важно, там в конце будет в «Собачьем питомнике» фраза произнесена именно не за него, за себя. За себя. Как жить дальше? Чтобы вот это стало не просто непоправимой трагедией, а каким-то важным уроком. Вот что происходит в этой повести. И напоследок я хочу отметить работу художника, потому что, значит, это совершенно замечательные иллюстрации Анастасия Зюльманова сделала нетипичные, мне кажется, работы. Они очень насыщены эмоциями. Они, в них есть некий нерв такой, да, который, как мне кажется, может понравиться подростку, человеку с достаточно таки содранной кожей. Потому что обычно так не рисуют. Обычно рисуют гораздо спокойнее, да. Памятуя о том, что это все-таки детская литература с педагогическими задачами, лежащими внутри. Это очень такие иллюстрации всерьез нарисованные. Есть какие-то вещи в книге, которые автору удались чисто литературно. Я хочу отметить мастерство в создании дневника подростка. Все эти бесконечные излияния, да еще зачастую реальный подросток обязательно бы выделил ключевые абстракции за главными буквами добро с большой буквы Д, реальность с большой буквы Р, да, значит, самопознание с большой буквы С, вот. Вот эта блестящая стилизация, она хорошо, скажем так, дозировано встречается в нужных моментах книги, как ритмическая перебивка к сюжету, да. И мне кажется, действительно похоже на то, что пишет подросток, на то, что мы с вами сами думали когда-то в этом возрасте, и на то, что сейчас можно прочитать в сети во многих-многих блогах. Ну и, наконец, читая об ОАК, да, ну это по-английски дуб, да, я вспоминал пресловутые голубых китов или синих китов или там еще какую-нибудь, значит, подобную мистическую чушь. Взрослые, особенно когда случается беда, очень любят списать на какое-нибудь злоумышление, да, происшедшее, вот, найти виноватого. И в данном случае, если бы это произошло, это убило бы сюжет книги сразу. Я очень рад, что автор в этом не увяз. Она не увязла об этом, она рассказала там честную историю, и от этого история звучит мощно, правдиво, и мне кажется, очень педагогически правильно. Спасибо за внимание, читайте, я уверен, концовка будет неожиданной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!